Закрытые коробки и спортивные площадки, стадионы без спортсменов и трибуны без болельщиков. Такую картину мы наблюдаем уже больше месяца. Отсутствие физической активности особенно сказывается на форме молодых спортсменов. Самоизоляция немножко откатит нашу форму у всех ребят назад, потому что основная причина, основная не причина, основная проблема, то что идет гиподинамия. Это нехватка движения, потому что каждому ребенку, это независимо занимается, не занимается видом спорта, каким-то минимум час активности в день должно быть. Занятия спортсменов проходят так же, как и онлайн-обучение в школе. Используются мессенджеры и программы для видеоконференц-связи. Безусловно, такая позиция не может заменить полноценные занятия. И тренеры разрабатывают особые программы для своих воспитанников. Разножка. 20 раз. Дома, что позволяет, то, что раньше не получалось или было времени недостаточно, это проработка слабых звеньев, которое оно почти у всех существует. Это укрепление опорно-двигательного аппарата, в частности, укрепление стопы, задней поверхности бедра, работа на неустойчивой платформе. В похожую ситуацию попали и баскетболистки города. Условия домашних тренировок для них не подходят. У спортсменок нет возможности отрабатывать броски, тактические и командные взаимодействия. А самое главное, нет физического контакта для обыгрыша соперника. Все это заменили и демоторные тренировки, когда игрок с закрытыми глазами в мельчайших деталях представляет движение в своей голове. Но эффективность такого метода заметно ниже. Также нельзя забыть про вечную проблему девочек, начиная с подросткового возраста. Сейчас как никогда активно набирается лишний вес. После окончания режима самоизоляции спортсменов ожидает тестирование физической подготовки. На основании результатов будет корректироваться их программа для достижения лучших результатов. Кирилл Тридуб, Дарья Ильинская, Денис Корнев, Первый, Мытищинский.